Татьяна Минакер Татьяна Минакер Я хочу сказать, что, к сожалению, есть и отрицательные стороны, потому что я очень много времени провожу на интернете, я, вы знаете, пишу по-английски и переписываюсь на Квори. Квори – это огромная платформа, где пишут люди со всего мира, очень много американцев. Она уже много лет назад была создана двумя парнями из Силиконовой долины американцами, один из которых сейчас благодаря этой Квори стоит 700 миллионов долларов, а ему всего 36 лет. И я хочу сказать, что она заключается в том, что вот там задается какой-то вопрос. Например, почему в Сан-Франциско столько много бездомных? И вот, вы знаете, на этот вопрос идет ответ, люди пишут. И, вы знаете, ответы благодаря этой Квори я узнала невероятно много, потому что пишут очень часто специалисты. Я, которая имеет диплом по марксизму, узнала о марксизме очень много. Есть масса вопросов, на которые отвечают люди, очень часто знающие много-много больше, чем я. И, понятно, это понятно, никто всего знать не может. И, вы знаете, один из моих, так сказать, ответов, например, почему в Сан-Франциско столько много бездомных, мы уже говорили на эту тему в прошлый раз, он был признан одним из лучших, и его прочитало 89 тысяч человек, и я получила почти 4 тысячи лайков. То есть, это значит, что это, я, условно говоря, на этой Квори могу выйти к большему количеству читателей, чем я выхожу, когда я публикую статью даже в таком издании, как Jerusalem Post иногда. Вот, вы знаете, и на этой Квори начал свою карьеру знаменитый сегодня психолог и TV-персоналити, человек, которого слушают, у которого 3 миллиона последователей, это Джордан Петерсон, и он начал на этой Квори свою карьеру, он тоже начал отвечать на вопросы. И вот, вы знаете, я на последнее время на этой Квори, и не только на ней, но даже на русскоязычных сайтах обнаружила невероятно активную работу троллей. Причем эти тролли, вы знаете, что я обнаружила? Я обнаружила, что они организованы. Знаете почему? Потому что, как лингвист и литератор, я прекрасно вижу паттернс, то есть, темплейт, то есть, такие, как бы, как вам это сказать, образцы, вот, как печати, куда они вставляют там какие-то слова, и они везде пишут почти одно и то же. То есть, такое впечатление, что они сидели все в классе с одним преподавателем, который их научил, что вот надо писать вот это, вот так вот это надо писать, вот тут надо писать это, а здесь надо писать то. И вот они пишут и на русском, и на английском одно и то же. И вы знаете, поскольку это всегда практически несколько пунктов. Первый пункт – это ненависть к Америке, антиамериканизм, нападение на Америку. Совершенно гнусная клевета на Америку. Любое слово хорошее об Америке, которое ты скажешь, тут же встречается невероятной атакой. Там, вот у вас там, что называется, негров вешают, знаете, по старому советскому анекдоту. Второе, значит, это, естественно, ненависть к Израилю. И это тоже практически там все, что угодно по поводу палестинского народа. И вот проклятых израильтян, которые его угнетают, уничтожают, стреляют в живот беременным женщинам, отрезают у мужчин гениталии и все, что хотите, вытворяют. Это второе. Третье – это самый обычный мерзкий антисемитизм. Причем, знаете, такого, знаете, пошиба, что я могу вам даже прочитать, я про это с английского буду переводить, когда человек на английском языке, на Кворе, это международная платформа, пишет, что все деятели, включая Андропова и Горбачева, были евреями скрытыми. В честности, Горбачев там Морше, Гарбер, Андропов какой-то, Фельгельсон, Флешсон. И вот вы знаете, когда вы все это читаете и читаете весь этот бред и всю эту антисемитскую клевету, у меня просто вскипает кровь. И еще четвертый пункт – это восхваление Сталина, восстановление сталинского культа личности. Вы знаете, это для меня просто, ну, как вам сказать, я выросла среди людей, я родственница Василия Гроссмана, семья наша пострадала, как и все большинстве семьи, очень многие пострадали от культа Сталина. Я не говорю уже, что фактически у всех моих родственников все лежат в рвах холокаста, и, так сказать, это совершенно не дает мне права любить Сталина, потому что это он начал Вторую мировую войну, и сегодня это уже все нормальные люди знают. Достаточно почитать его речь перед подписанием пакта Молотова-Риббентропа, где он прямо говорит, что если мы соединимся с Англией и Францией, которые в тот момент хотели объединиться, предлагали ему союз против Гитлера, в который он, в конце концов, все равно попал, то Гитлер не начнет войну. И вот это плохо для нас, потому что Сталин прямо открыто в этой речи говорит, что нам нужна война. Он совершенно четко шел на мировое господство, на завоевание всего мира. У него было полное безумие, кстати, как у Гитлера. И, в принципе, на сегодняшний день, я уже не говорю про то, что, опять же, все эти тролли, они пишут одно и то же. И вот я почему хотела бы, начнем с того, что я бы, в первую очередь, хотела бы нашим читателям, которые когда-нибудь сталкиваются с этой мерзкой атакой, чтобы они какое-то оружие имели в руках, потому что очень часто они просто так, знаете, теряются, как вот человек, которому плюнули в лицо на улице, он даже не понимает, что это случилось такое. Он уходит молча, вытирая эту гадость с лица. А нельзя, надо давать отпор. Надо давать отпор. Надо вот наше, это, так сказать, интернетное пространство заполнять нашими идеями, нашим негодованием и нашим благородством. И вот первое, с чего я хочу начать, вот у меня есть такой оппонент на Кворе, который, во-первых, начинаем с того, что он мне заявил, что я вообще старая женщина, которая скоро помрет. Вы знаете, я просто обалдела, я не стану уже там рассказывать, что в моем возрасте половина американских женщин имеют любовников и очень неплохо проводят время, я вам хочу сказать. Но вот то, что я помру, меня хохот разобрал, потому что, вы знаете, вот сейчас была годовщина Дидей, вторжения в Нормандию. Целая группа американских ветеранов, которым по 97 лет, они сели на парашютах на то же самое место, где они садились, то есть они выпрыгнули с самолета в свои 97 лет и приземлились на парашютах, и канадские, кстати, ветераны, и британские там были, в то самое место, куда они приземлились во время вторжения в Нормандию. Ну, я не говорю, что у меня есть родственник, который потерял во время Второй мировой войны руку, он 23-го года рождения, после этого он 10 лет сидел в сталинской шарашке для ученых, он был физиком, его интервьюировал Солженицын, когда он писал там свою книгу о шарашках, и он после этого еще, значит, естественно, получил реабилитацию, отработал годы в Союзе, и потом уехал в Америку, и сейчас продолжает работать. У меня есть знакомый, которому сегодня 96 лет, два года назад, когда ему было 94, я присутствовала на его концерте, он играл на скрипке почти полтора часа. Попробуйте просто что-то подержать в руке, даже не играя полтора часа, которые весят что-то около килограмма. Я не хочу сказать, что, так сказать, причем прекрасно играл. Вы знаете, где он играл в молодости? Он играл на похоронах Сталина, он играл в оркестре на похоронах Сталина. Что я хочу еще вам сказать, что я знаю, что сегодня в Jewish Community Center, в Пала-Алт, открыли департамент для нано-дженериенс, то есть людей, которым за 90 лет, они сказали, что у нас такая большая группа, что мы должны им специальные сервисы предоставлять. И более того, я недавно встретила свою учительницу истории. Кстати, она учила меня и Путина в одной самой школе 193 Дзержинского района в Ленинграде. Ей сегодня, она тоже 23-го года, значит, соответственно, ей 98 лет, прекрасный ум, совершенно прекрасная память. Она мне еще советы дает по поводу воспитания моих детей, хотя я сама уже бабушка. И, вы знаете, ей 98 лет, а ее брат только что умер в возрасте 104, и совсем недавно я с этим братом отплясывала на одном из ее дней рождений. Понимаете? И вот этот человек, который сидит в России, сегодня по официальной статистике длительность жизни россиянина, 64 года мужского пола, и он мне говорит, что я скоро умру. Я не думаю, что я так скоро умру, может быть, мне придется ему писать, будем так говорить, соболезнования на похороны, но дело тоже мне писать-то некому, потому что я-то под своим именем выступаю. Я выступаю, я не скрываю ни свой адрес, ни свое имя, ничего. А он-то выступает под чужим именем, он выступает под чужим именем и пишет из какой-то норы где-то скрытый, как говорят, undisclosed location. Вот, поэтому я ему не смогу послать открытку ни на какое-то, сказать, его мероприятие, связанное с его похоронами. Но в любом случае, я хочу только сказать, что я очень давно уехала из Советского Союза, когда еще он был Советским Союзом, и не видела никаких изменений. Я очень, честно говоря, плохо понимаю, что сейчас происходит в этой стране, и не пытаюсь даже выдавать себя не за специалисты, даже когда американцы меня что-то спрашивают, я говорю, что я так давно уехала, что я мало что понимаю. Но когда я вижу вот эту антисемитскую злобу, которая снова начала хлистать на страницах интернета, на, так сказать, вот это меня выводит совершенно из себя. Почему? Потому что я человек с посттравматическим синдромом. Почти все люди моего возраста, кто уехал из Советского Союза, в той или иной степени столкнулись с антисемитизмом. Но нас, слава богу, не арестовывали и не увозили, как это случилось там с членами еврейского комитета или там с еврейскими поэтами, которых перестреляли, или с врачами, которых кого запытали до смерти, кого не успели. Но в детстве меня избивали, только за то, что я еврейка, начиная с 7 лет во дворе, а потом в пионерском лагере. Причем, вы знаете, абсолютно на пустом месте сидишься спокойно, читаешь книжку в палате, вдруг вырывается толпа озверевших девок каких-то. Причем, вы знаете, лагерь был простой, как вам сказать, завода большевик. Девки там были полуграмотные довольно-таки, хотя уже все жили половой жизнью, начиная с 13-14 лет. Вот они подбегают, врываются, сбивают тебя на пустом месте, убегают с диким гоготом. И вы знаете, вот как вам сказать, этот опыт, он с детства, он сидит, и поэтому, когда ты видишь, что человек тебя ненавидит, и ненавидит тебя только за то, что ты еврейка, вы знаете, это вызывает некоторый страх и вызывает явление, которое я бы назвала русофобией. Понимаете? Почему? Потому что одна из женщин, переживших холокаст на лекции, когда ее спросили, что вы вывели из всего этого опыта холокаста, она сказала, когда люди угрожают тебе убить тебя, надо им верить. Вот, понимаете, поэтому, когда я вижу антисемитизм, который сейчас хлещет с российских платформ, вот эти тролли, которые начинают кричать, что Андропа был Финкенштейном, что они разрушили Россию, и вообще Путин, вообще ничего с ними не сделал, он считает, что там, они не могут просить Путину, что он хорошо относится к евреям, надо отдать должное, мне недавно кто-то прислал видео, где Путин говорит кому-то, что сам дурак, а евреи виноваты. То есть, явно, так сказать, антиантисемитское заявление. Вот, и я хочу сказать, что когда вы видите, что этот антисемитизм начал хлистать опять из российского интернетного пространства, то, конечно, это пугает, и это производит очень-очень неприятное впечатление. Ну, я вообще считаю, что антисемитизм – это mental disorder, это умственное заболевание. Есть такое выражение в психиатрии – ressentiment. То есть, это когда человек сам себя, недоволен собой, ненавидит сам себя, и он выливает это на кого-то или на что-то. Вот, в частности, вот очень многие антисемиты, они вот выливают свое собственное недовольство, ущербность свое, сознание своей ущербности, они выливают на евреев и почему-то еще на масонов. Причем тут масона, я понятия не имею, потому что этот вот антисемит, с которым я переписываюсь, он еще, так сказать, сюда же и масонов добавляет, хотя я, кроме, так сказать, честно говоря, в своей жизни, хотя я живу около двух масонских храмов, в своей жизни ни одного масона никогда не видела, с ним не разговаривала. Надо сказать, что вы знаете, трагедия этих антисемитов еще в том, как девушка уже действительно пожившая некоторое время, и я многих их видела и наблюдала. Вот одной из таких дам была моя первая свекровь, и я могу сказать, что люди эти, вот эта злоба, вот это ментальное заболевание, умственное, оно выливается и в нарушение в органах, потому что вот это озлобление, оно вызывает желчный, непрерывный выброс желчи, который плохо действует на печень, который нарушает ее функции, и во всяком случае, я видела таких людей, которые умирали довольно в раннем возрасте, причем все от одной и той же болезни, они умирали либо от рака печени, либо от рака желчных протоков. Вот это, понимаете, результат злобы, вот потому говорили, что желчный человек, обычно вот это все происходит очень паршиво, начинается серьезное нарушение функций печени, желчных протоков и желчного пузыря. Поэтому, ну плюс к этому, у мужчин антисемитов всегда это связано еще с алкоголизмом, потому что ненависть к себе требует утешения в бутылке, и естественно, что алкоголизм тоже для печени это не сильный подарок, потому что это опять же ведет к нарушениям функций печени и смерти. В любом случае, я могу только сказать, что дальнейшее присутствие этого человека на Кворе, он в открытую заявил, что он на меня репорт сделал, и я поразилась, потому что он говорит, вот явно, что вы на меня донесли, поэтому какой-то мой пост закрыли. Дело все в том, что явно кто-то видел, что пост явно открыт антисемитский, вполне возможно дали сигнал модераторам, пост закрыли, он меня обвинил в том, что я донесла на него, и сам написал, что я на вас донес, но мой пост почему-то не сняли. Но человек сам признался, что он доносчик, я никогда ни на кого не доносила, во всяком случае, мне это в голову как-то не приходило. Да и потом, вы знаете, у меня в семье всегда доносчикам относились чудовищным презрением, и, так сказать, моя бабушка часто говорила, что кошка служит в ГПУ, то есть доносчиков презирали, и когда человек сам признается, что он на меня донес, но что его пост, что мой пост не удалили против него, он это описывает тем, что там сидят ваши, вот ваши евреи где-то там сидят, вот они поэтому не удалили мой пост, и вы знаете, я так подумала, и у меня возник такой, знаете, интересный момент, я просто подумала, что действительно наши там сидят, вообще они во всей Силиконовой долине сидят, потому что если вы возьмете сегодня, я делаю экскурсии по Стэнфорду в Силиконовой долине, там везде половина компаний, созданных еврейскими мигрантами из Советского Союза, типа там PayPal, eBay, WhatsApp, там WhatsApp, Ян Куман с Украины, Вишей, если не сегодняшние мигранты из Советского Союза, то дети еврейских иммигрантов из Российской империи, такие как там Ларри Элли Сорокл, который создал, Энди Грофт, там Intel, там со всеми этими чипами, то есть куда вы не ткнете пальцем, там про Google я вообще уже не говорю, вот, то, понимаете, это везде наши сидят, ну что делать талантливые люди, что никуда от этого не денешься, но вы понимаете, когда человек, у человека вообще все вызывает такую лютую ненависть, просто, вы знаете, ну возьми ты компьютерную мышку, вот она перед тобой, ее тоже создал еврей, так сказать, Даглас Энгел Барт, ну выброси ты эту мышку и пользуйся, мышкой созданной кем-нибудь другим, хоть в Китае, понимаете, но тем не менее, понимаете, вот это пользование всем создает вот такую, с одной стороны всем пользуется, что евреи создали, с другой стороны лютая ненависть, а причем такая ненависть абсолютно патологическая, на грани совершенно умственного расстройства. Татьяна, вы не возражаете, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся и продолжим. Продолжаем нашу программу. Телефон в студии 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. То, что вот эти все пытаются сделать врагами Украину и приписать там нацизм на Украине, все такое, увести дискуссию совсем в другое русло, это результат пропаганды. Я вам скажу, что Путин назвал, что Америку, сказал, что мы уже не партнеры, мы противники. А что такое противники? Это синоним слова враги. А раз у нас такая ситуация, когда мы являемся врагами, то почему на нас воздействует, на некоторые умы воздействует российская пропаганда? Я вам скажу, что сейчас большая часть проживающих здесь, наших выходцев из бывшего Советского Союза, слушают российские телеканалы. Они смотрят то, что это уж такая злобная пропаганда не было в советское время. Мы там, когда жили, мы были заняты, на работу ходили, не было такого... Понятно. Спасибо большое. Извините, я вынужден вас прервать, потому что, ну, как бы время идет, смысл понятен. Татьяна, давайте, наверное, все-таки, если хотите продолжить тему, на которой мы остановились, можем продолжить. Да, вот это хорошо, что один из ваших сейчас звонящих напомнил о том, что действительно, к сожалению, отношения сейчас между Америкой и Россией, как я понимаю, обострились. И, может быть, именно это стало причиной того, что пошла вот такая дикая пропаганда троллей на всех платформах. Это, в общем-то, как вы помните, в советское время был такой отдел института, отдел, простите меня, ЦК КПСС, отдел пропаганды на Старой площади с гигантским бюджетом, который был в несколько раз больше, чем бюджет медицины всей советской. И они, конечно, невероятно работали, работали на то, чтобы деморализовать Америку, заливали дезинформацию совершенно чудовищную. И вот сегодня это и продолжается, потому что, когда я сажусь за этот квор, или какую-то еще платформу англоязычную, и там сидят люди, которые, в принципе, живут в России, но они прекрасно пишут по-английски. Это значит, что они кончили филфак, получили англоязычное образование, то есть английский как профессия, потому что человек, который занимается чем-то другим, он так прекрасно писать по-английски не может, точно так же, как американец, для которого русский язык – это не профессия, по-русски вам писать не будет, если он работает, скажем, в продаже пылесосов. И поэтому я вижу прекрасно, что это подготовленные люди, которые идут специально, тренируются для того, чтобы заниматься пропагандой на интернете. И когда вы встречаетесь, сейчас мы оставим в сторону антисемитизм, потому что это моя личная проблема, и проблема евреев, а сейчас мы уже говорим, как американские граждане, и когда вы встречаетесь с такой дикой, совершенно ненавистью к Америке, с клеветой на Америку, то я рекомендую вам всем просто запомнить те факты, которые, если вам будут, так сказать, как американцам плевать в лесу, оскорблять Америку и нападать на нее, то начните с такого простого факта. Дорогой россиянин, который ненавидит Америку, когда ты утром встаешь и идешь к раковине, чтобы почистить зубы, вспомни, что зубная щетка была изобретена в Америке в 1870 году. А если ты берешь зубную пасту, то она была изобретена в Америке в 1892 году. А если ты хочешь побрить свою щетину, то вот этот жилет, бритва-жилет была изобретена тоже в Америке в 1895 году. Если твоя жена красит ресницы, то тушь, хотя для ресницы тушь изобрел Британия, но вот тюбик с кисточкой, вот которой сегодня все женщины пользуются, крася ресницы, изобрела американка еврейского происхождения Елена Рубинштейн, и она же изобрела всем доступную недорогую помаду, а потом Макфактор, опять же из той же Российской империи евреи-эмигрант, изобрел несмываемую помаду американец. Когда россиянин дойдет к холодильнику, он должен вспомнить утром за завтраком, что холодильник изобрел американец горе в 1841 году, а когда, значит, и что массовое производство холодильника в Соединенных Штатах было уже в 1919-м, я очень хорошо помню, когда первый холодильник моя мама купила, над ней весь завод смеялся, это было, в общем-то, прямо скажем, чуть ли намного-много-много-много-много-много десятилетий позже. Нельзя не упомянуть, что три четверти продуктов, которые сегодня у россиянина лежат в холодильнике, доставлены в вагонных рефрижераторах, которые тоже изобретены были в Америке, и что если он подходит к своему холодильнику, спотыкаясь о пылесос, которым пользуется его жена, то пылесос был изобретен тоже британцем и американцем. Более того, он идет готовить себе завтрак на газовой плите. Газовую плиту, ну, что делать? Опять же, изобрели в Америке в 1825 году американец Шарп. В Америке уже в 30-х годах, в прошлом веке, было 14 миллионов газовых плит. Значит, утром, за завтраком часто россияне смотрят телевизор. Ну, телевизор, правда, Зворыкин был изобретен, но тот был уже американским гражданином, с 1919 года сбежал от большевизма, и патент, уже как американский гражданин, патент на телевизор он, так сказать, оформил уже как американец, через какие-то годы позже. Вот. Утром, опять же, россияне смотрят по интернету, новости о величии, так сказать, Российской империи и так далее, но на здоровье, как говорится, но смотрят он на интернет, у которого был изобретен, как Defense Agency Research Project, один из узлов, которого находился в Стэнфордском университете. Это 1969 год, потом слово Defense убрали, потому что были, опять же, инспирированные советские пропаганды, демонстрации против войны во Вьетнаме, поэтому они не хотели, вот это слово, чтобы Defense было, но слово интернет, реально проект Пентагона, это американский военный проект был. Интернет, это был американский военный проект. Вот. Ну, потом, позавтракав и узнав все новости по интернету и по телевизору, по американскому телевизору и американскому интернету о загнивающей Америке, значит, и россияне спускаются в лифте. Лифт изобрел Otis, тоже американец, в 1854 году, тот лифт, которым мы сегодня пользуемся. Потом россияне садятся в автомобиль, что правда, то правда. Действительно, французы, немцы сделали много для создания автомобиля, но вот массовое производство дешевых автомобилей в 1908 году начал Ford. Причем, я Ford терпеть не могу, он был антисемитом, кстати говоря, вот, но, что правда, то правда, массовое производство. Он создал автомобиль, который стоил всего лишь 42% годовой зарплаты американского рабочего. Всего 42% годовой зарплаты. В 80-м году советский автомобиль стоил 14 годовых зарплат инженера, вот что вы представляли, да, в 1980 году. Значит, дальше мы идем к автомобилю, в автомобиле мы слушаем радио, автомобильное радио, значит, опять же, в 1829 году было создано американским инженером, и кондиционер, который включается в автомобиле, тоже был создан в 1909 году в Америке. Значит, если россияне останавливаются в автомобиле перед светофором, автомобиль это 1914, светофор, сори, 1914 год, это Гаррет Морган, и потом он, конечно, звонит из машины, хорошо, если жене, а не любовница, а то и то и другое, на здоровье, что называется, но телефон мобильный был создан Моторолой в Америке в 1972 году. Когда россияне приезжает на работу, он первым делом включает компьютер. Да, там было много разных участников, но тем не менее, компьютеры, чип, это Intel, производство компьютеров, все системы операционные, это американские системы, абсолютно, Microsoft, Unix и так далее, пользуются принтером, который был создан тоже в Америке, и Hewlett Packard, и дальше пользуются имейлом, на котором они все пишут, который тоже был создан американцем в 1972 году, и я могу этот список продолжать, как говорили в старом солдатском анекдоте, от забора и до обеда. Понимаете? Поэтому, если, когда вы переписываетесь с людьми, которые хлещут ядом и ненавистью к Америке, вы возьмите этот список, я могу его переслать вам, если хотите, и посылайте тем, кто ненавидит Америку, чтобы они вот все, что они держат, включая вот эту мышку от компьютера, выбросили, вместе с компьютером, вместе с мобильным телефоном, все выбросили, и жили только тем, что создано в России. Я на них посмотрю, сколько они смогут продержаться в сегодняшнем мире. Понимаете? Поэтому, вот эта антиамериканская ненависть, она меня приводит в дикое бешенство совершенно, и я считаю, что это муська, которая лает просто на слона. Я слишком давно уехала, у меня никаких вообще там эмоций нет, уже все прошло, как говорится, все старые обиды. Но, понимаете, когда опять начинается вот этот выброс этой злобы, о которой Рейган говорил, что Россия – это evil empire, империя зла, сейчас я вижу зло без империи. Понимаете? Зло, империя ушла, зло осталось. И попытки восстановить вот это, так сказать, вся эта сталинская психиатрическая болезнь, культ Сталина заново, это попытки восстановить воображаемое величие. Работать надо, а не поджигать имение соседа, не поджигать ферму соседа, потому что у него растет, а у тебя не растет. Понимаете, эта психология, вот совершенно четкая психология по старому анекдоту, когда французы, англичане на американцу предложили выполнить одно желание. Француз сказал, что хочет красивую любовницу, американец сказал, хочет фабрику в собственность, а россияне сказал, что он хочет, чтобы у соседа сдохла корова. Вот все эти мерзости, которые пишут на, так сказать, Америку на интернете, все эти тролли платные, судя по страсти, с которой они пишут, многие так и чувствуют, это все психология, хочу, чтобы у соседа сдохла корова. Вместо того, чтобы улучшать жизнь в своей собственной стране, гадить лучшей стране мира, в которой люди смогли наладить какую-то нормальную жизнь, даже для очень бедных. Это начинает мне писать. Татьяна, я знаю, что у вас сегодня экскурсия, и мне не хотелось бы, чтобы вы опоздали. Я должна бежать на экскурсию, поэтому мне нужно прекратить свои страстные речи. Я прощаюсь, до следующей встречи. Если кому-то нужен список изобретений американцев, через Сергея Зацепина я вам его отправлю. Пожалуйста. Спасибо, до следующей встречи. Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин